Привет всем! Я приглашаю вас на канал путешествий. Это канал для тех, кто влюблен в жизнь. Я думаю, что он будет полезен многим. Тем, кто путешествовал, тем, кто уже знает что-нибудь о тех местах и странах, о которых буду рассказывать я. Ну и, конечно же, тем, кто в поиске, кто еще не знает, куда отправиться. Я думаю, что мои советы, как сэкономить на путешествии, будут уместны и пригодятся. Сегодня я приглашаю вас в путешествие по Венгрии, именно в столицу. Приглашаю в столицу венгерского государства, Водопешт. И предлагаю вспомнить, что же мы знаем все-таки об этой стране. Ну, первое это Кубик Рубик, всем известная головоломка, она пришла к нам из Венгрии. Сказки о живой воде, они тоже венгерского происхождения. Ну и, конечно же, всеми любимый Чардаш. К сожалению, в свое время я так и не научилась играть его на фортепиано. Ну, думаю, что у меня все еще впереди. Да, что я привезла из Венгрии? Очень много специй. Это один из самых любимых сувениров у туристов. Я думаю, что если у вас есть знакомые, друзья, которые любят готовить, обязательно, обязательно купите им этот подарок. Ну, я израсходовала, поэтому не могу показать их вам. Это очень интересная упаковка, деревянная ложка идет в этом сувенире. Вот, я приготовила очень вкусный гуляш. Что у меня осталось? У меня остался кокошник. На самом деле, очень люблю головные уборы. Вот такая красивая вещица. Называется она по-венгерски парта. В старые времена эти штуки украшали всяческими рюшами, вышивкой, бусинами и так далее. Но, к сожалению, носить такую красоту могли только незамужние девушки. А замужние должны были покрывать голову. Вот. Ну что ж, я предлагаю все-таки отправиться в Будапешт и посмотреть, на чем мы можем сэкономить. Угу. Итак, красавица Венгрия. Здесь есть все. И термальные спа-курорты, и старинные крепости, и замки, винодельни, и многие другие достопримечательности, которые можно увидеть в любое время года. Если цель вашего путешествия не только отдых, но и оздоровление, то отличным решением станет непременно Венгрия, потому что в этой стране находится очень много лечебных центров с термальными источниками. Столица этой прекрасной страны Будапешт является одним из красивейших городов Европы. Этот город образовался в конце 19 века, в результате объединения нескольких венгерских городов в один. Пешт-Буда-Абуда. Здесь протекает река Дунай, которая разделяет город на две части. Мировым туристическим столицам действительно есть чему позавидовать. Цыганские мелодии, зажигательный чардаш. Душа всей Венгрии живет именно в Будапеште. Обязательно стоит подняться на гору Гейлер. На вершине расположена статуя свободы и цитадель, окруженная сегодня плотным кольцом любителей делать селфи. Но, пожалуй, самое главное, ради чего туристы поднимаются на такую головокружительную высоту, это захватывающие виды на город. Очень запоминающаяся достопримечательность, например, для меня является тоннель желаний. Вся его соль заключается в том, что въехав в этот тоннель, нужно задержать дыхание и загадав желание не дышать до самого его окончания. В общем, отдых в Венгрии вас приятно удивит. Теперь немного о ценах. Денежная единица – форинт. Далее буду приводить цены в евро. В самых дешевых ресторанах цена за обед не превысит 7 евро. В самых дорогих – 17 евро. Обязательно попробуйте венгерский гуляш и уникум. Это крепкая целебная настойка. В качестве сувенира его лучше покупать не в аэропорту в Дьюти Фри, а в обычных Теско или Спар. Выйдет существенно дешевле. Не забывайте также, что в Венгрии принято оставлять чаевые 10%. Продукты питания в Венгрии очень высокого качества. 1 евро вы отдадите за килограмм хлеба. В Венгрии можно провести классный шопинг, но торговаться здесь не принято. Да, кстати, в Будапеште можно купить специальную карточку, которая предоставляет возможность 3 дня бесплатно ездить на общественном транспорте и посещать музей, получать скидку в магазинах, купальнях, ресторанах. Цена такого билета для взрослого с ребенком до 14 лет будет стоить 12 евро. У многих туроператоров сегодня существуют недорогие туры выходного дня. Это обзорные экскурсии по городам Венгрии. Скажем так, вы проведете время с удовольствием и сэкономите бюджет. Обязательно рекомендую прокатиться на теплоходе или речном трамвайчике по Дунаю. Есть и более дорогие прогулки по реке. Тут и живая музыка, и танцы, и шведский стол. Ориентировочная стоимость такой прогулки будет 30 евро на человека. Здание парламента является самым большим зданием не только в Будапеште, но и во всей Венгрии. В здании парламента также проводятся экскурсии, в том числе и на русском языке. Стоимость этой экскурсии около 10 евро. Путешествуйте, от путешествий только польза. Пока, до встречи!